Городская власть не спешит выполнять нормы закона о декоммунизации и пытается вернуть все назад, несмотря на распоряжение Одесской облгосадминистрации, которая переименовала более 50 одесских топонимов, носящих коммунистические названия. 29 декабря проукраинские активисты провели акцию «Практическая декоммунизация». В распоряжении Одесской областной государственной администрации многим улицам присвоены имена павших героев АТО. Например, улица Ленинградская, что на Молдаванке названа в честь павшего бойца полка АЗОВ Александра Кутузаки, Кутуза. Последний путь Александра провожала вся Одесса. Он жил и учился недалеко от улицы Ленинградской, переименованной в его честь. На 52 номере силами активистов установили табличку с новым названием этой улицы. Александр Кутузакий – это боец полка АЗОВ, который погиб 15 февраля 2015 года во время широкинской наступательной операции, которая производилась для того, чтобы оттянуть силы противника от дебальцевого. Городская наша власть на фоне других скандальных законов, которые она производит в интересах Кремля, также не хочет допустить, чтобы славные имена наших земляков были увековечены в топунимах Одессы. Наибольшее сопротивление со стороны промерских одесситов было по поводу переименования проспекта маршала Жукова в Героев Небесной Сотни. Но закон есть закон. И раз его не торопятся, понятно почему. Выполнять одесские чиновники и коммунальщики активисты ему законе напомнили. И задали соответствующий вектор. Одесситы, общественники и демократические организации силы решили взять в свои руки инициативу по переименованию хотя бы улиц. Потому как наша власть занимается только тем, что уничтожает парки деревья, зеленые насаждения, только высаживает плиточки аккуратненько вместо деревьев. За декоммунизацию совсем забыли. Надеемся, если наши городские власти будут дальше это саботировать, то будет соответствующая реакция из Киева. И Одесса скоро появится всего этого коммунистического эпоха. Областная администрация обязана была выполнить закон, что она и сделала. После того, как это произошло в установленном законном порядке, городская власть начала раскачивать этот вопрос, манипулировать сознанием. На самом деле надо просто взять и выполнить закон Украины. Одесса – это Украина, Одесса – украинский город. И, соответственно, все законы Украины должны здесь выполняться, как бы этой власти не хотелось. Активисты обещают, их акции на этом не прекратятся. И пока в городе не будет выполняться закон о декоммунизации, снятые таблички со старыми названиями улиц будут почтой отправляться непосредственно мэру Труханову.